Всем привет! Все ли видно и слышно ли мне? Хорошо. Ну, в принципе, у нас время пришло. Давайте начинать. Есть ли у кого-нибудь вопросы с прошлого раза какие-нибудь, которые нам надо обсудить? Ну, хорошо. Если вопросов нет, то давайте посмотрим, что на сегодня приготовлено. Мы сегодня поговорим с вами про классификацию текстов. Сегодня не будет слайдов. Материалы вы все найдете в заметке в Notion, она есть в табличке. Можете сейчас параллельно проверить, видите ли вы эту заметку. И что, план сегодня какой? Мы поговорим сначала про формальную постановку задачи, потом про две модели, которые мы можем использовать, про полносвязные нейронные сети и про сверточную нейронную сеть. Опять же, предполагаю, что многие из вас прекрасно знакомы с тем и с другим. Но, опять же, чтобы мы все были примерно на одном уровне, с этим всем познакомимся. И, в принципе, наверное, со следующей недели мы уже начнем говорить о более современных штуках, которые вы, скорее всего, не знаете. Потом, после всего этого дела поговорим про разные датасеты. Ну, я так просто быстро расскажу про то, что часто используется для тестирования методов классификации, какие часто встречающиеся задачи есть. И, если успеем, немножко расскажу про всякие дополнительные темы. Ну, вы тут название видите. Вот. В принципе, такой план. Вот. Собственно, все. Давайте начинать. Опять же, если есть какие-то вопросы, то давайте о них поговорим, пока я тут настраиваю еще кое-что. Сейчас мне надо сделать так, чтобы я все абсолютно видела и ничего не потеряла. Окей. Значит, как у нас формально... Да, что я собираюсь делать? Я сейчас буду писать, но я пишу примерно то же самое, что есть в заметке в Notion. Просто писать удобнее, чем показывать вам заметку, это как в нее пальцем. Поэтому формат такой. Представьте себе, что мы в аудитории, и я у доски. Значит, что такое задача классификации? Давайте тоже пока я пишу. Может быть, вы какие-нибудь примеры вспомните? Первый пункт. У нас есть некоторое множество документов и есть некоторое множество классов. И наша задача, собственно, заключается в том, чтобы определить вероятность какого-то класса для документа D или совместную вероятность класса и документа. Но в зависимости от того, какие классификаторы используются, разные, можно сказать, разные вероятности условные или совместные определяются. В общем, не суть важная. Смысл в том, что практически в том, что у нас есть множество документов, множество классов, и нам нужно обучить какой-то классификатор, который по примерам размеченным будет на неразмеченных примерах предсказывать какие-то классы. Классический такой пример задачи классификации – это классификация по тональности. Например, у нас есть размеченные положительные и отрицательные отзывы, то есть тексты, про которые мы знаем, что они положительные и отрицательные отзывы. И нам надо обучить модель, который умеет отличать отрицательные отзывы от положительных. Есть похожие задачи о детекции спама – тоже бинарная классификация. Надо отличить спам от неспама. И, например, есть задачи, где количество классов существенно больше, чем два. Это, например, задача идентификации или детектирования или распространения интентов. Это одна из основных задач диалоговых помощников. Мы много будем обращаться к диалоговым помощникам, но у них, у этих диалоговых помощников, есть две основные задачи – это распространение интентов и заполнение сводов. Что такое интенты? Ну, это примерно то действие, которое диалоговый помощник должен выполнить. Типичные интенты – это поставить будильник, вызови такси, закажи еду и так далее. Нам по входному сообщению пользователя надо определить, чего пользователь хочет. Интент – он же по-русски намерение. Какие-нибудь еще примеры задачи классификации текстов приведете? Подавите что-нибудь, пожалуйста. Ну, классификация текстов по топикам каким-то? Да, да. Ну, например, где это может нам встречаться? Ну, например, в службе поддержки. У нас есть какой-нибудь центр, который поддерживает большую компанию, и туда сваливается куча обращений. Нам надо отделить там то, что касается оргтехники, не знаю, каких-нибудь проблем на рабочем месте, проблем с начальником и так далее. Вот мы таким топиком разделяем тексты. Для, скажем, новостных, новостных всяких категоризаторов чаще используется костеризация, но немножко там тоже другая история. Еще какие-нибудь примеры? Бот или человек текст написал? Говорит Александр в чате. Да, да, но скорее не бот, а какая-то модель генерации. Будем более корректны. Правда, такая задача есть. И есть еще задача определения fake news. То есть мы видим какую-то новость, и нам надо понять, правда делить. Вот, но она тоже может немножко по-другому решаться, не обязательно как задача классификации, но, тем не менее, есть задача детектирования fake news. Можно спросить, чем кластеризация классификации? Классификация – это когда таргет есть? Да. Все, спасибо. Ну, смотрите, почему я про новости. Ладно, давайте-то говорю, просто немножко в сторону не хотела уходить. Значит, идея в чем, что если вы вспомните, как выглядит морда Яндекса, там сверху есть поток новостей, там топ-5 новостей на текущий момент. И вот если вы нажимаете на каждую новость, то под ней разваливается, вываливается тоже списочек из новостей на тот же новостной сюжет. Вот, это делается не с помощью алгоритмов классификации, а с помощью алгоритмов кластеризации как раз, когда таргета нет. Почему? Потому что в таких условиях таргет мы не знаем. Новостные сюжеты все время новые, и мы не можем предсказывать вот это такой-то новостной сюжет, потому что у нас просто нет данных. Новости на той новости, чтобы быть новыми. Соответственно, иногда удобнее как-то без супервижена, то есть без явного ответа поделить новостной поток на кучке и уже потом выводить на, скажем, главную страницу. Вот, смотрите, сейчас мы говорили про такую классическую постановку подачи классификации вообще, когда у нас есть какое-то количество классов, ну, например, это положительные и отрицательные отзывы. И, значит, в трене и в тесте классы одни и те же. Сейчас на практике и в науке часто исследуют zero-shot постановки задач. Знаете ли вы, что это такое? Нет. Отлично. Значит, смотрите, здесь… В чем идея здесь? Что у нас есть во время трейна какие-то классы, которые мы видели. Назовем их CSIM. Но у нас могут прийти какие-то классы, которых мы никогда не видели во время теста. То есть во время теста мы должны предсказать один из классов CSIM и, возможно, какие-то классы мы не видели. CSIM. Как такое может получиться? Что-то нехорошее сделала. Как такое может получиться? Например, если мы не делаем диалогового помощника. У нас диалоговый помощник поддерживает, например, там 150 интентов каких-то. Но появилось какое-то новое приложение и, соответственно, появился новый интент. Соответственно, вот здесь у нас те классы 150 штук, которые мы знаем, а здесь какой-то плюс первый класс. И, по идее, у нас должна быть какая-то модель. То есть, по идее, сейчас что мы можем сделать? Мы либо можем переобучить всю модель заново, классицировать теперь на 151 класс, либо у нас может быть такая модель, которая поддерживает работу с ансин-классами. Вот. Мы сейчас и сегодня не будем говорить про то, как работает ZeroShot классификация, но, наверное, в какой-то момент еще раз с ней столкнемся. Это довольно интересные технологии, но они, естественно, очень востребованы на практике, потому что никто не хочет переобучать заново еще модели. И, значит, такое тоже бывает. И удобно, когда мы можем предсказывать классы, которых мы никогда не видели. Вот. Это как-то делается. Задачи классификации, в принципе, можно разделить на такие три стандартные группки. Это бинарная классификация, когда мы должны для какого-то входа сказать да или нет. Это мультикласс классификация, когда у нас классов много. Ну, например, те же 150 интентов. И нам мы должны выбрать один из 150 классов. И мультикласс классификация. Это когда у нас тоже классов много, но теперь мы должны выбрать К классов из вот этого большого количества классов. То есть у нас здесь в мультикласс классификации мы должны предсказать один класс из всего количества классов, а здесь К из всего количества классов. Соответственно, тоже, в принципе, суть методов, которые решают мультикласс или мультилэкспресс, классификация примерно одинаковая, с точностью до каких-то там минорных изменений в архитектуре. Но то, как мы считаем качество, будет принципиальным образом отличаться. Соответственно, здесь главное отличие – это то, как считается качество между такими постановками. В бинарном случае качество у нас считается совершенно понятным образом – это точность, полнота их меры и accuracy, или доля правильных ответов. В мультикласс классификации используются разные способы усреднения точности и полноты – это макро- и микроусреднения. Значит, здесь у нас просто precision, recall и accuracy, и их мера. Сейчас сделать кротную. Вот. Здесь мы используем микро- и макроусреднения. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, что такое микро- и макроусреднения точности и полноты? И их меры, соответственно. Даша пишет, что знает. Саша тоже пишет, что знает. Хорошо. Ну, значит, те, кто не знает, я вас призываю пойти в Notion, открыть там заметку, посмотреть на определение. В принципе, в чем суть, что когда мы делаем микроусреднения, мы сначала считаем количество true-positive и true-negative, false-positive, false-negative. Вот сначала посчитали эти количества, и потом находим точности полноты на основании вот этих посчитанных счетчиков. То есть мы на уровне, можно так сказать, документа усредняем. В макроусреднении, соответственно, мы делаем наоборот. Мы усредняем на уровне классов. Мы сначала находим точность и полноту каждого класса, и потом усредняем их для того, чтобы получить точность и полноту всего метода. То есть в макроусреднении сначала точности, потом усреднение. В микроусреднении сначала все показатели, и на их основании считаем точностью. Вот. Еще бывает, вводят эти меры. Точно так же все и работает, но с учетом размера классов. Вот. А в мульти-лейбл классификации чаще всего используются меры качества, которые приходят к нам из всякого ранжирования. То есть мы смотрим на топ, например, К-классов, предсказанных моделью, и считаем точность и полноту, то есть сколько правильных классов попало в эти топ К. То есть мы к каждому классу приписываем какую-то вероятность. Насколько вероятно, что мы должны отнести документ к этому классу, ранжируем их по быванию вероятности и посмотрим на топ, насколько хорош наш топ. Вот. На этом, наверное, отличия между этими постановками задач до какой-то степени заканчиваются. И вот мы познакомились сейчас с разными постановками задачи классификации. Ну, это понятно, что не обязательно классификация текстов, но вот вообще так выглядят задачи классификации. Так. Есть ли какие-нибудь вопросы? Хорошо. Если вопросов нет, давайте продолжим. Значит, пункт 2 на сегодня. Давайте посмотрим на то, как мы можем использовать полносвязанные нейронные сети для того, чтобы что-то классифицировать. Для того, чтобы использовать полносвязанные... Например, ну, допустим, мы делаем самый базовый классификатор на основе полносвязанной нейронной сети. Значит, что нам нужно понять первым делом? Это то, в каком виде мы можем подать текст в полносвязанную нейронную сеть. Значит, напомню, что как у нас это дело должно быть выглядеть. У нас должны быть какие-то входы, да, какие-то х1, х2, х3. Тут у нас какой-то скрытый слой. Соответственно, х1, х2, х3, х4. И вот здесь все совсем связано. На то это и полносвязанный слой. И так далее. Значит, как вы думаете, чтобы такой конструкцией воспользоваться, какими должны быть наши иксы? Иксы, здесь x, какой-то вектор иксов, это какое-то представление текста, которое мы хотим... Значит, какой-то икс, допустим, из D-train, то есть какой-то документ, на котором мы хотим обучаться. Ну, или x из D-test. Как нам организовать так иксы, чтобы мы могли попадать в нейронную сеть? Это к вам вопрос, не ко мне. Я-то знаю. Вам надо подумать. x здесь – это хороший вопрос. Дмитрий спрашивает здесь, это слово или текст. Давайте подумаем. Можем ли мы считать, что x – это слово? Если у нас обычная полносвязанная сеть, что у нас делает обычная эта штука, самая такая простая? У нас есть какой-то... Она вычисляет какой-то скрытый слой, который дает линейная функция активации, это x, умноженная на матрицу весов, плюс какой-то сдвиг. Можем ли мы сюда слова запихнуть? Не можем говорить, Саша. Правильно. А что мы можем сделать? Ну, смотрите, самое простое. Что мы можем сделать? Мы можем закодировать документ каким-то длинным-длинным вектором, длина которого будет равна количеству слов в словаре. И в этом векторе будут стоять, например, какие-то счетчики или какие-то веса, которые показывают, что, например, вот это слово встретилось один раз, здесь какое-то количество слов, которое встретилось ноль раз, здесь три раза и так далее. Здесь где-то 12, например, и так далее. Вот. Можем сделать такой длинный вектор, мешок слов, который покажет нам вот эти счетчики и, значит, такая простая модель представления документа. Это то, что вот такой вектор, мешок слов, мы, например, легко можем тоже подать в любой алгоритм. Стандартная классификация, по прикрессию, во что угодно. То есть здесь нет никакой особенной специфики. Но мы уже понимаем с вами, что вот это представление мешком слов, оно совсем-совсем слабенькое. Оно ничего не умеет. Оно не умеет не учитывать никак ни смысл слова, не умеет учитывать порядок слов. Если мы не используем никаких дополнительных инструментов предобработки, то никакие лемы, различия между словами и прочее такая модель тоже не учтет. Значит, можно придумать что-то более умное. Есть идеи, что можно сделать? Вот, правильно, Тимофей пишет. Можем закодировать документ как средний вектор слов. Точно. Значит, давайте это теперь назовем словами continuous back of words. Что это будет такое? Допустим, у нас в документе n слов, тогда мы возьмем средние и сложим вектора слов. Как это обозначить? Значит, возьмем каждое слово, поставим ему в соответствии какой-то вектор. Что такое вектор слова? Мы обсуждали с вами в прошлый раз. Например, это какой-то из геймс вектор. И, значит, усредним вектора слов. Такая модель называется continuous back of words. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что мы получаем в такой модели все те же плюсы, которые уже отличают ланкодинге чего угодно или мешок слов от более продвинутых моделей, которые используют вектора слов. То есть мы, во-первых, немножко понимаем смысл за счет того, что у нас есть вот эти вектора слов. Во-вторых, мы понимаем, что мы знаем слова, похожие по смыслу. То есть мы понимаем синонимы. Во-вторых, что во-вторых? Во-вторых, все. Это основные плюсы такого представления. Здесь мы по-прежнему ничего не знаем о порядке слов. И немножко здесь мы можем учитывать частоты. Если какое-то слово встречается часто, то его вектор поучаствует столько раз, сколько раз слово встретилось в документе. Ну и чтобы тоже далеко не ходить, давайте еще скажем, что мы можем здесь использовать взвешенный мешок слов, когда мы усредняем слова, вектора слов с какими-то весами. А эти веса могут быть совершенно разные. Это могут быть какие-нибудь TF-IDF веса или еще что-то такое. Вот вопрос в чате, что такое V от VEIT. Давайте, значит, здесь у меня VEIT это слово. V от VEIT это вектор. Слово. Кубочка for to VEIT. Вот. Значит, понятная конструкция, что теперь мы можем представить документ в виде среднего вектора слов или в виде линейной комбинации векторов слов. Это уже немножко лучше и немножко более осмысленно, чем вот такая простая модель мешка слов. Окей? Значит, собственно, что происходит дальше? Дальше у нас в такой модели, если мы говорим о полносвязной модели слов, о полносвязной нейронной сети, что у нас есть? У нас есть входной X, который мы, значит, первый раз трансформируем с помощью какой-то линейной функции активации и получаем скрытое представление. второй раз, ну, допустим, у нас два полносвязных слоя. Второй раз проделываем еще то же самое. И вот этот второй полносвязный слой мы хотим использовать для того, чтобы уже из него получать какие-то предсказания. То есть у нас есть выходной какой-то Y, который мы получаем после двух слоев. Если это изображать на картинке, то, не знаю, чтобы сэкономить место, у нас входные X. Первый скрытый слой, второй скрытый слой и, значит, какой-то выходной слой с Y. веками и тут все со всеми связано. Рисую я ужасно, простите. Во втором слое надо... Да, да, все правильно. Это баг. Здесь действительно мы берем each1. Да, спасибо. Что нам надо знать про эту конструкцию еще? Значит, что из Y мы получаем предсказания с помощью софтмакса. Кто не помнит, что такое софтмакс? Есть такие ребята, кому надо напомнить? И мы можем использовать какую-то, ну, какую душе угодно функцию потери, например, кросс-энтропию для того, чтобы эту штуку обучать. Значит, что такое софтмакс? Вот мы получили какие-то Y вот в этот момент. Есть у нас какие-то Y. Эти Y, из этих Y, что такое эти Y? Это какие-то числа сейчас, которые находятся где-то в интервале от мил бесконечности до плюс бесконечности. Мы ничего про них не знаем, и как мы из них можем получить вероятности. софтмакс это такая приятная штука, которая из этих Y может сделать на вероятности. Как она устроена? Мы сначала каждый Y возведем E в степень каждой Y в степень что-то, то мы сразу получаем положительные числа. не могут быть отрицательными. То есть избавляемся от той проблемы, что здесь минус бесконечности не бывает. Сейчас если мы просто E возведем в степень у, то мы получим числа от нуля до плюс бесконечности. Дальше нам это дело все надо нормировать для того, чтобы попасть обратно в интервал от нуля до единицы, где у нас обычно живут вероятности. Делается это легко. Мы просто найдем возьмем E в степень каждого Y сложим и значит Y конкретно поделим на такую сумму. И это уже будут оценки вероятности. Соответственно здесь мы получим какие-то Y с крышкой, которые показывают нам насколько вероятен каждый класс. Вот допустим у нас есть классификация на три класса. Соответственно у нас здесь будет первая компонента, здесь вторая компонента, здесь третья компонента. И соответственно Y с крышкой первой это оценка вероятности первого класса, ну и второго и третьего класса. Слушайте, там еще Олег спрашивает про ссылку на чат курса в Телеграме. Давайте я сейчас, чтобы не тормозить, не буду этого делать, пришлите пожалуйста какую-нибудь ссылку Олегу, если вам не сложно. Вот, нам софтмакс нужен здесь для того, чтобы получить вероятности классов. Как мы это дело обучаем? Для обучения мы используем какую-нибудь холдую потерь. В NLP любят кросс-энтропию, почему так непонятно, но можно в принципе использовать понятное дело все, что вы хотите, но чаще всего в статьях учебников пишут про кросс-энтропию. Так устроена кросс-энтропия. У нас есть предсказанные вероятности, это Y с крышкой, и есть Y, например, со звездочками, это вам от энкодинги для классов. Что такое Y со звездочкой, это, например, если мы хотим предсказать второй класс, то это такой вектор с одной единичкой во второй позиции. И, соответственно, мы вычисляем вот такую штуку. это у нас логарифм вероятности, которую мы получили из Softmax. Это соответствует логарифм вероятности каждого класса, то есть этого класса, который нам сделал Softmax. и это число, это соответствующая компонента, это компонента, вектора из нулей единичек. Соответственно, все те компоненты, где стоят нули, за нуляют все эти вероятности. И, соответственно, получается, что мы хотим максимизировать логарифм вероятности правильного класса. Вот. Поскольку здесь стоит минус, если мы минимизируем кросс-энтерапию, мы максимизируем то же самое со знаком плюс, мы максимизируем вероятность правильного логарифма вероятности правильного класса. Окей? Есть ли какие-то вопросы? Это, чтобы вы понимали сейчас технологию уровня 2013 года, 2014. Сейчас будем перемещаться вперед по времени и посмотрим на технологии уровня 2016 года. В следующих сериях мы посмотрим на работы 2018 года и уже потом будем говорить о более современных вещах. Ну, пока немножко ратрифа режим. вот, значит, это была полнослесная сеть. Какие здесь плюсы? Это исторически такая первая идея, как мы можем вообще использовать нейронные сети для классификации текстов. Вот, и на собственно все достижения здесь практически заканчиваются. И надо понимать, что во всей этой конструкции мы наследуем все проблемы модели представления текстов, которые у нас были. То есть здесь мы пользуемся мешком слов. Даже если здесь есть вектора слов, все равно все те проблемы, которые свойственны мешку слов, здесь остаются. не понимаем порядок слов, и мы не очень умеем разрешать амонимию, если мы ничего дополнительного не делали. Вот. Это такие основные штуки. Значит, еще такие сети склонны переобучаться для того, чтобы бороться с переобучением. У нас есть несколько основных приемов. Один из них это дропаут. Кто не знает, что такое дропаут? Кто знает, что такое дропаут? Давайте кто-нибудь, кто знает. так есть кто-нибудь, кто не знает. Ну, в общем, сейчас я про с ним пишу. Дольше, чем мы будем обсуждать, кто знает, кто нет. Суть в том, что мы генерируем, то есть мы теперь вместе с вектором скрытого состояния используем его некоторую модификацию. сгенерировали в качестве m маску из нуля единиц, и эту маску из нуля единиц умножили на вектор скрытого состояния. Вот, и получили такой новый вектор скрытого состояния, то есть часть нейронов мы с помощью такой маски выключили. Значит, это делает обучение чуть-чуть более стабильным, сетьми не склонны приобучаться, ну и всякое такое. Значит, что есть специфичного для нас, для нас, это word dropout. Значит, одна из проблем, которая есть в вот этой модели мешка слов, забыла не сказать, это то, что если мы не знаем какое-то слово, то мы не знаем, что с ним делать. Значит, если мы обучаемся на каком-то трейнном множестве, то, скорее всего, мы используем словарь из этого трейнового множества. То есть мы берем те слова, которые есть в трейне. А в тесте могут быть какие-то слова, которых мы никогда не видели. Особенно если у нас тест из какого-то немножко другого домена и из какого-то немножко другого распределения. Значит, мы понимаем, что если трейнер очень большой, то, скорее всего, мы очень много слов знаем, но тем не менее все равно есть вероятность того, что есть какие-то слова, которых Для того, чтобы бороться с словами, которые мы не знаем, мы можем ввести дополнительный такой токен UNG, который нам скажет, что вот есть слова, которых мы не знаем. Но во время обучения нам тоже надо показать нейронной сети, что может существовать такая ситуация, в которой встречается слово, которое она не знает, чтобы не было большого шифта какого-то между трейном и тестом. То есть мы на трейне должны тоже понять, что есть слова, которых мы не знаем. Иначе, когда сеть столкнется с этим на тесте, будет не очень хорошо. Соответственно, word dropout – это такая штука, которая позволяет нам случайным образом какое-то небольшое количество слов на каждой эпохе, в каждом батче выключать. Например, с вероятностью альфа, альфа – это какой-то гиперпараметр, как на альфа плюс частота слова, мы заменяем это слово на специально вот этот управляющий токен UNG. И таким образом нейронная сеть осваивает идею того, что существуют слова, которых она никогда не видела. Собственно, это word dropout. Какие-нибудь вопросы? Никаких. Давайте тогда перемещаться к следующей идее. Третья идея на сегодня, третий пункт поискования – это существование сверточных нейронных сетей. Значит, в какой-то момент сверточные нейронные сети стали суперпопулярны в компьютер-вижене, и мы стали думать о том, как применить ту же самую технологию для классификации текстов, например. Если мы знаем, что тип сетей хорошо работает для зрения, давайте попробуем что-то использовать и для текста. Значит, в принципе, если вы знаете, что такое сверточные сети, как они используются для изображений, здесь ничего нового для вас не будет, за одним только исключением. Если в зрении свертка была двухмерная, то здесь у нас, естественно, все одномерное, потому что у нас есть только вектора слов, и никакой второй размерности, естественно, у нас не существует. Значит, вы потом увидите, что во всех хайворках свертка, которая используется для текстов, называется 1D-конволюшн или конволюшн 1D и так далее. Вот, значит, что у нас теперь здесь есть? Ну, поскольку вещь более современная, мы уже здесь понимаем, что, значит, лучшее, что мы можем использовать, это какое-то представление текста в виде векторов слов. Сейчас я где-нибудь здесь нарисую. И вот у нас есть какой-то текст, в котором каждое слово представлено вектором. И многоточие. Значит, теперь как устроена свертка на таких данных? Мы будем передвигаться по этим словам с помощью некоторого окна, он же называется словом фильтр, оно же называется словом фильтр, размера K, но он, например, в моем случае K равно 3. Значит, получается, что для чего здесь нужна сверточная сеть? Что нам здесь позволяет сделать сверточная сеть? Она позволяет нам учитывать так называемые локальные контексты. То есть, если раньше мы складывали в предыдущей модели все вектора слов и получали какой-то один усредненный вектор, мы ничего не знали о порядке слов, то здесь мы полностью понять весь порядок слов еще не можем, но мы можем каким-то образом учитывать небольшие кограммы, то есть некоторые значимые словосочетания. И теперь мы можем понимать, что есть некоторые признаки, например, какие-то пары или тройки слов, которые более значимы для классификации, чем одно слово. Значит, да, у нас есть текст, в котором каждое слово представлен вектор. Мы двигаемся по нему окошком размера K. Значит, что мы делаем с этим окошком? Мы взяли эти три вектора и конкаченируем их, получаем одну такую длинную большую колбасу. Эту колбасу мы умножаем на некоторую матрицу весов и получаем какой-то вектор такой уже произвольной размерности. То есть, допустим, у нас размерность вектора, это слово была обозначена через D-имбеддинг. Соответственно, матрица вот этих весов у нас имеет размерность K на D-имбеддинг на какой-то D-hidden, да, D-hidden. Это вот эта штука. И вот эта штука уже тоже имеет размерность D-hidden. Понятно, что происходит? Есть ли какие-то вопросы? То есть, смотрите, мы взяли какой-то локальный контекст и свернули его в какой-то вектор. Дальше, что мы делаем? Мы этим окном перемешаемся по последовательности векторов. Значит, для первой триграммы мы получили свой вектор, для второй триграммы мы получили свой вектор и так далее. То есть, у нас получается, что мы преобразовали в входную последовательность векторов в новую последовательность векторов. Но из этих новых векторов каждый как бы агрегирует уже некоторую кограмму исходных слов. Все понятно? Есть вопросы? Эта штука у нас называлась фильтр. Хорошо. Значит, второй шаг, который мы здесь делаем, это мы применяем MaxPooling. Что такое MaxPooling? Это значит, что здесь мы смотрим на каждую компоненту этих векторов и выбираем максимальную. То есть, мы делаем по компонентным максимум из векторов, которые мы получили с помощью фильтров. И таким образом мы что получаем? Как у меня обозначается? Ага, через С. Здесь было ПИ, П1, П2, П3. Здесь некоторый вектор С. И уже это С, это наше... это некоторое представление текста входного, которое мы получили, агрегируя с программы два вектора программы. То есть мы применили два способа агрегации к входным данным и получили теперь вот этот вектор, который мы можем уже считать некоторым представлением входного документа, входного текста. Значит, и этот, соответственно, вектор мы уже можем использовать для классификации. Можем его передать, например, на тот же слой softmax и уже предсказывать тот класс, который нам нужен. Вот. Таким образом, здесь что? Здесь мы можем учитывать локальный порядок слов. Это хорошо. Что еще надо знать про эту модель? Про эту модель надо знать вот что. Здесь есть некоторое количество слов еще, которые нам нужно узнать. Есть такое слово и такой параметр в этой модели, который называется stride. Stride вот на этой картинке, которая нарисована у меня чуть-чуть пониже, равен одному, потому что мы берем как грамму от каждого первого слова. То есть у нас вот это слово начинало свою как грамму, вот это слово начинало свою как грамму и так далее. Если бы stride был равен двум, то каждое второе слово мы бы пропускали. То есть мы здесь отсюда бы агрегировали, то есть сюда бы к этому слову применяли фильтр и к вот этому слову применяли фильтр. Второе слово мы бы пропустили. Значит, интуиция какая в принципе из-за этого? Интуиция из-за этого из компьютерного зрения. Насколько я понимаю, там говорят, что очень часто пиксели, например, похожи по цвету, и поэтому нам нет смысла рассматривать каждый пиксель по отдельности. В текстах соседние слова вряд ли похожи по смыслу, поэтому чаще всего stride не варьирует и оставляет равным единице, потому что как раз имеет смысл учитывать все подряд, что есть в предложении. Но, тем не менее, тоже в фреймворках вы такое слово увидите. И еще одна идея, которая здесь есть, это такая штука. Все тексты, которые мы подаем в сверточную сеть, должны быть одной и той же длины. Сейчас я пойму, у тебя лучше не рисовать. Значит, мы же должны применить фильтр, который какое-то фиксированное количество раз. Мы не можем определять каждый раз заранее, сколько раз мы будем применять фильтр, потому что, в общем, что-то это должно быть детерминированное количество. Поэтому мы должны уметь приводить все входные тексты к одной и той же длине. Давайте их применим в соотдельно. Как это делается? Значит, у нас есть все те же вектора слов, но мы говорим, что все тексты, например, у нас имеют длину, допустим, 16. Поэтому здесь у нас есть всего три слова. Чтобы получить длину 16, мы добавляем вектора, соответствующие еще одному управляющему токену. Этот токен называется PAD. То есть у нас есть какой-то PAD здесь от слова Fading. Какой-то специальный токен, который ничего не значит. Он нужен как балласт для того, чтобы добить текст до нужной длины. И таким образом мы здесь, например, получим нужные нам 16 токенов в тексте. Дмитрий спрашивает, ничего плохого не будет, если длина текста очень разная. 100, 500, 100, 500, 1050. Ну, такое, наверное, бывает. Но вообще, если представить себе... Ну, хорошо, да. Допустим, такое бывает. Значит, хорошо, когда вы сортируете тексты по длине. И, скажем, внутри батча каждого у вас тексты примерно одинаковые по длине. И вы говорите, что у вас, например, там один в одном батче максимальная длина текстов 100. Ну, туда могут попасть тексты длины 101, тогда 101 слово мы откинем, и 98, тогда вы добавите два токена PAD. А там в следующем батче все тексты имеют длину 50, ну и примерно та же самая ситуация. Окей? Вот. То есть вы можете задавать максимальную длину не внутри всего корпуса, а сортировать по длине и регулировать максимальную длину в батчах. Не будет ли чего-то из этого плохого, неизвестно. Ну, наверное, будет не очень хорошо, потому что очень большое разнообразие. Но, опять же, надо понимать, что это за тексты, почему они такие разные, почему внутри одной какой-то предметной области возникают тексты разной длины. Да, я забыла сказать важную штуку, что вот эта вот матрица V, которая фильтр, она у нас одинаковая. То есть она одна и та же, и мы применяем к каждой кограмме одну и ту же матрицу весов. То есть это единственная матрица весов, которая обучается вот в этом сверточном слое. Про паддинг. Значит, здесь есть такая еще мысль, что мы можем использовать узкие и широкие свертки. Под узкой сверткой понимается, что мы начинаем первую кограмму с первого слова в тексте. И таким образом вот это первое слово, оно всегда остается, оно один раз попадает в первый фильтр. А в широкой конволюции мы добавляем сюда в начало два токена падд. И делаем еще вот такую свертку, то есть пад, пад и первое слово. И еще, как бы это нарисовать, вот такую. То есть пад, первое слово и второе слово. Это называется white convolution. Извините за ужасную картинку. Вот. Таким образом у нас вот это первое слово, если мы делаем white convolution, широкую свертку, это первое слово попадет в три. Нет. В какограмму, как и все остальные слова. А если мы делаем narrow convolution, то только в одну кограмму. Тоже такой параметр, который можно варьировать, когда вы изменяете архитектуру. Вот. Значит, что еще интересного есть про сверточную сеть? Допустим, у нас есть одна какая-то матрица входных векторов. Мы эту матрицу входных векторов можем обрабатывать несколькими разными фильтрами. То есть, допустим, у нас есть какой-нибудь зелененький фильтр, который сворачивает три граммы. И, допустим, есть какой-нибудь розовенький фильтр, который работает с биграммами. И таким образом на выходе у нас будет max pooling из трехграммного фильтра и max pooling из двуграммного фильтра, который мы тоже конкатенируем. И для предсказания мы будем их использовать вместе. Значит, другой, вот, тогда мы говорим о том, что у нас есть здесь два канала. Один канал триграммный, другой канал биграммный. И таким образом мы тоже можем варьировать размер контекста, который мы учитываем. Или что мы можем сделать? Мы можем сделать наоборот. Ну, не наоборот, а дополнительно. У нас будет две матрицы имбедингов. И, например, одна матрица имбедингов будет обучаемая, а вторая будет необучаемая. То есть мы разрешим во время обучения, например, вот эту матрицу изменять. То есть адаптировать имбединги под домен той задачи, с которой мы работаем. А вот эта матрица будет зафиксирована. Например, вы обучили, то есть вы взяли имбединги, обученные на Википедии, а делаете классификатор по тональности. Википедия – это энциклопедия. Там очень нейтральный язык, никакой тональности там нет. Поэтому есть смысл обновлять имбединги во время обучения нейронной сети для того, чтобы в имбедингах тоже появилась информация о тональности. Но при этом, когда вы будете обновлять имбединги для классификации по тональности, часть каких-то смыслов и какой-то семантики, которая была в этих имбедингах, потеряется. Поэтому есть смысл сохранить и исходную матрицу. И, соответственно, сверточная сеть позволяет нам иметь два входа. Один вход – обучаемый, который адаптируется под домен вашей задачи. И второй вход – не обучаемый, который сохраняет все, что было в исходных векторах имбедингов. Вот. Есть ли у вас какие-то вопросы? Давайте я сейчас покажу картинку еще, которая здесь есть. Она тут немножко лучше нарисована, потому что не такой ужас, как то, как я рисую. Вот. Вы видите, здесь тоже нарисованы две матрицы имбедингов в левой части картинки. Можем считать, что одна обучаемая, например, а вторая – нет. И здесь тоже на картинке показано два фильтра – красный и желтый. Вот желтый имеет размерность 3, и он сворачивает 3 грамма. А красный имеет размерность 2, и он сворачивает 2 грамма. Это левая часть картинки. В центральной части картинки вы видите, что каждый фильтр сделал свой непосредственно вектор, и все эти вектора конкутинируются для того, чтобы потом получить целевое предсказание. Вот. Это то, как мы можем использовать сверточные сети для классификации текста. Соответственно, вся та же идея про всякие ворд-дропауты и дропауты сюда тоже интегрируется для регуляризации. Все, в принципе, очень похоже на то, что мы можем делать полносвязанными слоями. Есть ли какие-то вопросы? Ну, хорошо. Если вопросов нет, давайте посмотрим на некоторые бенчмарки. Значит, что такое бенчмарки? Бенчмарки — это стандартные датасеты, на которых тестируются алгоритмы и методы классификации текстов. Значит, мы можем поделить все эти стандартные датасеты на несколько направлений. Ну, например, есть направление классификации по тональности. Здесь мы сравниваем, здесь обучаются алгоритмы классифицировать тексты по тональности. Самый известный датасет, наверное, называется IMDb. Это большое множество, это очень большой датасет. Там отзывы на кино с сайта IMDb. И они достаточно длинные и представляют собой фактически полноценные абзацы. Есть еще датасет, который называется SST. Это предложение отдельное, просто предложение. И, по-моему, они собраны как раз из-за IMDb. И там их тоже надо классифицировать на положительные и отрицательные отзывы. И есть еще база-ревью Yelp. Здесь, по-моему, классификация на 5 классов. То есть надо оценить не положительный или отрицательный отзыв, а какое количество звездочек в этом отзыве написано. Представлено от 1 звездочки до 5 звездочек. И, естественно, все эти датасеты, они просто собираются из дикой природы, из интернета. То есть люди пишут отзывы на IMDb или на Yelp, и потом их соскрапили, посчитали количество звездочек и используют для того, чтобы на них обучать какие-то модели. Классификация по тональности, в принципе, отличается от классификации по теме. Почему? Потому что следующий пункт у меня в списке – это классификация по теме. Здесь нужно разделить новости на категории типа спорт, экология, политика, экономика и так далее. И что разного в этих двух задачах. Классификация по теме – очень легко опираться на какие-то слова. Если, например, встретилось слово «отходы», то с очень высокой вероятностью речь идет об экологии. То есть, в принципе, нейронной сети достаточно легко будет выучить такую задачу, потому что мы можем просто опираться на конкретное впрождение какого-то количества слов. Ну, соответственно, всякие стандартные методы типа SVM и прочего тоже здесь должны хорошо работать. Классификация по тональности хуже и сложнее, потому что то, что встретилось в тексте слова «хороший» и «плохой», абсолютно еще не означает, что сам отзыв «хороший» и «плохой» и «простых» и таких лексических маркеров нам будет недостаточно для того, чтобы классифицировать тональность. Поэтому классификация по тональности немножко сложнее. Дальше здесь перечислено некоторое количество датасетов про определение интента. Опять же, интент, определение интентов – это основная задача чат-ботов. Мы говорим о том, что интент связан с каким-то конкретным сервисом, и здесь вы видите перечислено 4 набора данных, имеющих разное количество интентов. Где-то 77, где-то 10. То есть вот, например, SNIPS – это последние датасет списке 10 интентов, а банкинг – 77, их непосредственно 77. И, как вы понимаете, это тоже задача, которая по своей формулировке, в принципе, похожа на другие задачи классификации. В принципе, это то же самое. Надо отнести текст к какому-то классу. Но, опять же, она имеет какие-то свои собственные отличия. Например, здесь, если вы посмотрите на датасеты, на тексты в этих датасетах, они очень похожи. Там всегда практически человек говорит что-то про себя, типа «я хочу, чтобы ты поставил будильник» или «поставь мне будильник» и прочее. То есть почти всегда это текст от первого лица, почти всегда он короткий. И там не очень высокая лексическая вариативность. То есть если человек хочет будильник, то, скорее всего, будет присутствовать слово «будильник». И придумать что-то новое, придумать что-то новое люди вряд ли будут. Вот. И еще несколько интересных наборов данных. Например, для мультилейбл классификации – это некоторое количество юридических текстов, размеченных разными юридическими категориями. И вот два датасета, с которыми очень интересно работать. Они такое социальное какое-то значение имеют. Фейк-ньюс – это множество новостей, которые размечены экспертами, как фейковые. То есть есть настоящие тексты, написанные людьми, и там написана правда. И есть тексты, которые описывают неправду. Это не обязательно тексты, сгенерированные какой-то моделью генерации. Это может быть намеренно желтая пресса, которая ставит перед собой задачу обмануть читателя. То есть здесь это не задача отличить машинно сгенерированный текст от текста, написанного человеком, потому что фейк-ньюс человек тоже может написать. И еще корпус инфекции пропаганды. Здесь такая задача, что надо найти предложения, в которых используются специальные пропагандистские техники для того, чтобы воздействовать на читателя. Этот корпус тоже собран из новостей. В нем размечено порядка 15, по-моему, разных пропагандистских техник. И надо определить для каждого предложения, использована какая-то пропагандистская риторика или неиспользована. Соответственно, для вот этих двух последних гитасетов вы можете себе представить какой-то сценарий, что на них обучается какой-нибудь аддон для Google Chrome. И когда вы заходите на какой-то там потенциально опасный сайт, всплывает оповещение, что здесь много пропаганды или здесь много фейк-ньюс. Вот такая классная штука, которая помогает нам жить в современном мире. Есть ли у вас сейчас какие-то вопросы? Нет? Хорошо. Что я еще хотела сказать? Давайте ненадолго вернемся к вот этой картинке, где нарисована полнослезанная нейронная сеть. Здесь, ну, это та картинка, которую я пыталась нарисовать. В принципе, она должна быть вам знакома. Здесь зелененькие ребята – это входы, сиреневые ребята – это скрытые слои, и красные ребята – это выходные нейроны. Они же решают нашу уже задачу классификации. И этих нейронов столько, сколько классов в дата-сети, которые мы рассматриваем. Если у нас обычная задача классификации на два класса или на много классов, то нам нужно просто понять, какой из этих нейронов сработал. Это первая мысль. Вторая мысль, что этих красных ребят иногда называют классификационной головой. То есть мы считаем, что это одна какая-то голова, один какой-то слой, который решает нужную нам задачу. То есть один нейрон из этой головы сработает и предскажет нам класс. Я говорила про то, что существует мультилейбл-классификация, когда нам надо одновременно могу ли это приближать? Не знаю. Ладно, оставим так. Может, я могу повернуть, будет больше. Ладно. Ладно, меньше нельзя делать, еще будет только хуже. Значит, я говорила про то, что есть задача мультилейбл-классификации. И давай, вы не стойте. Сейчас, простите. У нас все зависло. Значит, есть задача мультилейбл-классификации, когда нам надо присвоить тексту много лейблов, много мета-классов. И что здесь, основное отличие здесь в чем, что это картинка из статьи здесь, на которой нарисована некоторая архитектура, которую мы еще не обсуждали. Но это не важно. Главный принцип здесь, главное, на что я хочу обратить здесь внимание, это выходной слой. То есть сначала в сети не смотрите, смотрите только на выходные слои. Когда у нас есть мультилейбл-классификация, что мы можем сделать? Мы можем сделать столько независимых голов, сколько у нас классов в датасете. То есть, допустим, у нас м классов, соответственно, у нас теперь будет м голов, которые друг от друга не зависят. И мы обучаем каждую голову независимо от остальных голов. То есть мы учим каждую голову говорить, принадлежит ли текст к соответствующему ей классу или нет. То есть мы можем использовать какую-то функцию, loss-функцию для бинарной классификации и вместо головы softmax сделать много голов с, например, сигмоидой, которая будет говорить, вот да, для этого класса эта голова сработает, соответственно, этот класс нужно приписать этому документу. То есть здесь основное отличие будет в том, что мы можем сделать много вот этих независимых голов. И тогда мы выбираем не один из нескольких классов, а предсказываем для каждого из всех возможных классов, да или нет. Понятная идея? Есть ли какие-то вопросы? Ну, хорошо. Давайте еще одну идею расскажу на сегодня. Значит, я хотела еще поговорить с вами о том, что не обязательно, то есть о том, что из любой модели классификации мы можем добыть немножко больше знаний, чем непосредственно предсказание класса. Значит, представьте себе какую-то такую ситуацию. Вот поговорим опять о чат-ботах, что у нас есть какой-то чат-бот, который, в котором есть, или диалоговый помощник, в котором есть модель, которая предсказывает интенты. Значит, у вас сколько-то интентов, которые модель поддерживает, ну, например, там 100. И иногда люди пишут что-то, что не относится, не пишет вашему диалоговому помощнику что-то, что вообще никак не относится к этим 100 вашим интентам. Ну, например, у вас там банковский помощник, а люди спрашивают про погоду. То есть они пишут какие-то сообщения, относящиеся к тому, что называется часто другому домену. Вы умеете отвечать на вопросы про банк, а про погоду не умеете. Соответственно, возникает некоторая новая дополнительная задача. Это как научиться обрабатывать такие out-of-domain обращения пользователей. Какие могут быть варианты? Вариант первый. Вы говорите, что на самом деле у вас не 100 классов, а 101 класс. И 101 класс соответствует какому-то классу другое. То есть вы пытаетесь обучать этот 101 класс. Вы скидываете, точнее, в этот 101 класс все то, что не относится к тому, что вы умеете делать. То есть если вы банковский диалоговый помощник, то все вопросы про личность помощника, там, не знаю, погоду, политику, кошечек и прочее, вы отправляете в класс другое. В этом есть некоторая проблема, что, ну, вряд ли вы все на свете, что не относится к вашему банковскому помощнику, сможете запихнуть у вас в 101 класс другое. Другой вариант – это использовать всякие дополнительные штуки, которые позволяют детектировать то, что сейчас пришло к вашему боту, не находится в зоне компетенции, так сказать, этого бота. То есть детектировать out-of-domain высказывания. Значит, здесь есть очень много разных технологий, но я хотела рассказать про одну, про которую мы уже в состоянии с вами обсудить все, и знаем все, что лежит на самом деле в этой технологии. Идея здесь какая? Что давайте мы скажем, что у нас есть некоторая функция, которая задает нам порог, для которой мы задаем порог. Если значение этой функции больше заданного порога, то мы про… Значит, эта функция вычисляется для каждого высказывания и для каждого входного высказывания. И если значение этой функции для входного высказывания выше заданного порога, то мы считаем, что это высказывание нужно отрежептить и дальше уже как-то определить, что сказать пользователю, например, я не умею отвечать на такие вопросы или что-то. То есть запустить какой-то сценарий обработки высказываний, с которым мы не умеем работать. А если значение этой функции меньше этого порога, то мы регулярным образом это высказывание обрабатываем. То есть модель предсказывает какой-то интент, значение функции вот этой D ниже какого-то порога. Если предсказан какой-то интент, то у нас есть какие-то правила внутри диалогового помощника, что делать, если такой интент предсказан. Если это банковский помощник, и предсказан интент проверит счет, то, значит, надо вызвать соответствующую компоненту банковского приложения и показать, сколько сейчас денег на счету, например. Значит, вопрос заключается… Вернемся-ка вот в Domain Detection. Вопрос заключается в том, как нам эту функцию определить. Есть масса вариантов, но давайте посмотрим вот на самое простое. Вы сейчас его увидите в заметке внизу практически в самое. Этот вариант предлагает нам, в принципе, смотреть… Этот метод предлагает нам смотреть на вероятность, которую выдает Softmax. Значит, если у нас, например, Softmax со 100 головами, со 100 выходами, и мы не знаем, и к нам пришло out-of-domain высказывание, то, по идее, классификатор должен ломаться, и его предсказания в Softmax должны быть очень близки к равномерным. То есть Softmax должен выдать какую-то плоскую штуку, и что, в принципе, он не понимает, к чему относится это высказывание, и примерно с одинаковой вероятностью оно относится ко всему. Соответственно, вот эта формула, которую вы видите, она как раз и меряет, в принципе, насколько Softmax уверен в своем лучшем предсказании. Здесь его лучшее предсказание – это максимум вероятности. Мы проходимся по всем классам, находим тот класс, который доставляет максимум, из единички вычитаем вероятность этого класса, и если Softmax очень сильно не уверен, то срабатывает наше правило, мы достигли больше какого-то порога, и, соответственно, это высказывание мы reject. Казалось бы, тривиальная штука, но она достаточно хорошо работает. Вы можете посмотреть на… Ой, я здесь не оставила… Нет, я не воткнула просто ссылку в текст. Короче говоря, вы можете посмотреть на статью, которая здесь имеет номер 4, и увидеть, что такая простая технология очень хорошо работает, как для детекции out-of-domain интентов, так и для картинок, и для каких-то других задач классификации. Есть ли здесь какие-то вопросы? Ну, то есть, смотрите, мы сейчас с вами обсудили самые простые вообще методы классификации, но, в принципе, даже такая штука, как классификация, даже вот зная такие простые вещи, мы уже с вами можем сделать, например, какой-то приличный классификатор интентов, и даже знаем, что этот классификатор, он не просто будет определять нам интенты, но и мы можем его использовать для того, чтобы детектировать out-of-domain интенты. Казалось бы, простая совершенно вещь, какая-нибудь там сверточная сеть, а уже вот две задачи на ее основе мы решать умеем. Ну, хорошо, и последняя идея, которую я хотела вам показать на сегодня, это идея аугментации текстов. Значит, тоже как-то мне скажите, знаете ли вы, что такое аугментация? Ну, augmentation на английском, я говорю аугментация, но кажется, что нормального перевода не существует. Вот, вижу плюсики. Давайте я тогда вас прошу тоже. Сейчас вы еще не хотите со мной разговаривать, но я буду на вещи воздавать вам вопросы. Как вы думаете, идея аугментации, для тех, кто не знает, в том, что мы пытаемся на основании тех данных, которые у нас есть, сделать какие-то новые данные, которые очень будут похожи на наши данные, то есть нам не надо будет их размечать, но будет немножко отличаться, и, скажем, то есть мы из одного положительного отзыва хотим как-то сделать другой положительный отзыв, но поскольку это другой положительный отзыв, он будет немножко отличаться, мы на нем можем обучиться, но поскольку он будет похож, размечать нам его не надо, то есть мы как бы забесплатно расширяем наш трейн-сет, собственно, аугментируем наш трейн-сет. Вот, скажите мне, как мы можем, как вы думаете, какие есть способы аугментации текста? Мы знаем ответ на этот вопрос. Что-то придумать уже можем. Да, вот, Константин говорит, заменяйте слова на синонимы. Правильно. А как мы можем определять синонимы? По имбедингам, говорит Саша. Совершенно верно. То есть мы возьмем какое-нибудь слово, найдем для него ближайшее слово по имбедингам, по космонусной мере близости и заменим. Вот, например, есть библиотека, которая называется EDA, Easy Data Augmentation. Здесь рассмотрено 4 варианта аугментации, которые на самом деле самые простые. И достаточно хорошо работают, которые как раз включают в том числе замену синонимов. Это самый первый пункт, который здесь есть. Мы берем случайным образом какое-то количество слов, которые не являются функциональными словами, то есть не являются предлогами и вспомогательными глаголами, например, и заменяем их на их синонимы. Еще мы можем брать просто предложение. Это то, что здесь называется синоним replacement, это заменять слова на синонимы. Еще мы можем просто вставлять синонимы каких-то слов, то есть мы найдем синоним для какого-то слова и вставим его в предложение в произвольное место. Мы можем менять местами два слова, это то, что здесь называется random swap. И мы можем здесь делать random deletion, то есть случайным образом удалять какие-то слова. что будет работать немножко хуже, особенно если мы говорим про классификацию по тональности, где если вы удалите случайно какое-то полезное слово, типа вкусный, то текст на еду, то есть отзыв на какое-то блюдо в ресторане совершенно потеряет смысл. Здесь нет никакой большой науки и большой теории в таких идеях аугментации. И просто я хотела вам показать, что вот такая библиотека есть, ее можно использовать, и понятно, что аугментирование ваших данных даст вам некоторый буст в классификации. И еще здесь есть подборка из двух более современных библиотек с разными методами аугментации. Они, в принципе, так или иначе все используют замену на синонимы, но немножко по разным принципам тоже на них можете посмотреть и попробовать использовать во каких-то своих задачках. Так, мы с вами еще не провели время, мне кажется, оно у нас заканчивается. Если есть какие-то вопросы, то давайте. Квиз, я думаю, традиционно уже будет либо завтра, либо в субботу, вряд ли в субботу утром, скорее всего завтра. Будет выглядеть примерно так же, как в предыдущей. Чуть-чуть программировать, на какие-то теоретические вопросы ответить, что-то, может быть, посчитать на бумажке. Материалы, соответственно, доступ к заметке у вас есть. Мой корявый конспект, не знаю, нужен вам или нет, он все равно повторяет эту заметку. Так что записи все тоже появятся на YouTube. Так что мы все передадим. Мне кажется, что конспект, пусть лучше он будет, чем не будет, мало ли. Хорошо. Ну, я найду способ его прилепить. Материалы никогда лишними не бывают. Спасибо. Так, Настя спрашивает. Можно, почему несколько голов щитной, да лучше, чем softmax? Это не лучше, чем, это разные сценарии. Значит, смотрите, softmax нам нужен, когда нам надо предсказать один класс, условно. Когда нам надо предсказать N классов из M классов, или как K классов из M классов, то удобнее использовать несколько голов сигмоиды, потому что одна голова отвечает за один класс. С softmax присваивание нескольких лейглов будет очень трудно. Ну, например, у вас есть отзыв, например, задача. У вас есть отзывы, и вам надо определить, это отзывы положительные или отрицательные. И это отзывы на еду, на книжки, на фильмы и так далее. То есть как бы два разреза. Вот с помощью softmax сделать одновременно классификацию на положительные и отрицательные книжки или рестораны будет очень сложно. Но если вы для каждой такой категории делаете свою голову, которая говорит, да, это положительный отзыв, или да, это отзыв на ресторан, вам будет легче распараллилить вот эти задачи классификации. То есть когда у вас много аспектов, то делайте для каждого аспекта свою голову. Я ответила на вопрос? Хорошо. Еще какие-нибудь вопросы? Ну, хорошо. Если вопросов больше нет, то до встречи на следующей неделе. До встречи на следующей неделе. Еще тогда всем пока. Спасибо, что зашли. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.